Почетный гражданин Одессы, Одесской области Сергей Кивалов традиционно поздравил с наступающими праздниками бабушку освобожденного моряка Андрея Новичкова. В январе этого года усилиями Сергея Кивалова моряк вернулся на родину. Спустя два года пребывания в иранской тюрьме. Андрею инкриминировали убийством матроса иранца, за что ему грозила смертная касть. Спустя год его бабушка Елена Вероновская и Сергей Кивалов встретились уже в праздничной обстановке. Ровно год назад я был в этой квартире, в этой комнате, на этом же месте. И мы с вами говорили, обсуждали, чтобы Андрея вернуть из плена, из ирана домой в Одессу. И мы с вами очень хотели, и вы приложили максимум усилий, и мы вам помогли, и Андрей вернулся. Вы знаете, больше всего мне запомнились ваши слова, когда вы пришли ко мне на прием в бесплатную юридическую клинику и сказали, вы знаете, я не могу умереть, пока я не помогу своему единственному внуку, которого я безумно люблю, и у него никого кроме меня нет. И вы знаете, вот эти слова сделали все, и мы их так запомнили, что вся команда и Национального университета, и юридической академии, клиники, и в целом парламентарии, мы сделали все, чтобы Андрей вернулся. Сергей Кивалов лично добивался освобождения моряка. Он организовал брифинг с участием Елены Вероновской в парламенте, встретился с послом Ирана, инициировал флешмобы и акции в поддержку моряка. Сергей Кивалов также встретился с президентом страны, и в итоге этого Андрей был обменен на иранца Али Джадуэля, которого в Украине осудили за шпионаж. Бабушка моряка говорит, что отбила сотни порогов, собрала почти две тысячи листов различных обращений, но помог только Сергей Кивалов. Вы знаете, было очень трудно, наверное. 99,9-х работы, которая была юридически сделана, это было сделано Сергеем Васильевичем, благодаря его грамотности и профессионализму, и что он так близко принял к сердцу такую беду. Сергей Васильевич настолько грамотно к этому отнесся, что низкий ему поклон. Андрей был благодаря его усилиям освобожден. 20 января он был освобожден. Елена Вероновская также поблагодарила Сергея Кивалова, что после освобождения внука он помог ему с трудоустройством. Иран не вернул моряку все документы для работы, но, несмотря на это, Андрея назначили заместителем директора морского училища Юракадемии. Сейчас он в рейсе, но из-за проблем с документами работает в Черном и Средиземном морях. Сергей Кивалов пообещал, что решит вопрос с документами. Иран их вернет, и моряк снова получит право полноценно работать.